Депрессия 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 Получилась двусторонняя реабилитация. И самой убедиться в полном принятии себя, и научить любить себя других. Сниматься было проще с понимающим фотографом Татьяной Вишневской. Она тоже пережила онкологическое заболевание. Когда у тебя удалена гинекология, и ты понимаешь, что ты уже рожать не можешь, нечем. Гормонального фона у тебя уже никакого нет. Наступает климакс у тебя в 40 с небольшим лет. Слышишь, головой ходишь. В какой-то момент, когда я уже начала более-менее восстанавливаться, меня накрыло саму, когда я лежала дома и думала, кто я. Ну, то есть, какова моя половая принадлежность. Реабилитацией Татьяны стала фотография. Начинала с себя. Говорит, решила, раз есть лысая голова, нужно ее использовать. Первые снимки получились в духе модных журналов. А потом пришла идея запустить фотопроект для всех, кто не боится заявлять о себе. Я же пришла, в общем-то, фотографию из телевидения. Для меня фотографии, почему я снимаю людей, это тоже интервью. Когда я снимала проект «Умеющий жить», я их снимала у них дома. Снимала с семьями, если семьи соглашались. Снимала их, как я говорила, в местах силы. У нас были съемки на столбах. У меня бывает, что мы рыдаем все вместе. Чем больше таких людей будет рассказывать себе, тем, мне кажется, проще будет тем людям, которые с этим сталкиваются впервые. Татьяна помнит имя каждого, кого снимала в проекте «Умеющие жить». С некоторыми общаются постоянно, другие же остались только в памяти на фото. Вот Веронички нет уже, у нее была четвертая стадия. Вот Нина с ее собаками, то есть я приезжала к ней, я у нее… Это она сделала тату? Да, у нее феникс на этом месте. У Иры вообще история, когда она лечилась, у нее муж на лосо побрился. Да, вот мои швы от операции. Это моя проработка моих тоже моментов в жизни в теле. Я уже писала пост, что я не знаю, как у меня, хватит ли у меня смелости самой себе рассказать. Общение и открытость – это часть не только психологического, но и физического восстановления. В конце прошлого года в Краевом онкоцентре открылось третье в стране отделение реабилитации. Пока туда на двухнедельный курс набирают только одну категорию женщин после мастектомии. Вместе с железой им удаляют и лимфоузлы, и самое частое осложнение – это лимфостаз, скопление лимфы. Проще говоря, отекает рука. Почти все женщины здесь бандажом. Это мешает полноценно восстановиться и вернуться к работе, к привычным делам. У меня лимфостаз после операции образовался. После нагрузки отекало. Это, конечно, заставляло неудобства. Семь лет практически прошло после операции. За своим здоровьем слежу, поэтому для меня очень важно именно активно прожить свою жизнь. И дарит, и одежда. Внешне все мешает. Это все связано. То есть лимфа у нас одна, кровь идет, как нам объяснили, снизу вверх. Поэтому заставляет работать все. Это аппарат корви, так называемый имитатор опорной нагрузки. И особенно актуально для пациентов малоподвижным образом жизни. У нас расслаблены пациенты после операционной или после химиотерапии. Вот ходим мы, спятки на носочек дома, чтобы было движение в ногах, чтобы кровь не заставила, спульсировала. Понятно, что химия и лучевая терапия – это жизненно необходимое лечение. Однако тут без осложнений побочек не обходится. Поэтому на реабилитации их стараются свести к минимуму, чтобы заболевания и лечения не влияли на качество жизни. Часто случаются и осложнения на нервную систему. К примеру, теряется чувствительность мышц. Нарушение чувствительности прогрессирует с последующими курсами химиотерапии, лучевой терапии, не только с оперативным вмешательством. Женщины здесь живут в двухместных палатах. Каждое утро собираются и идут на занятия. Тренажеры, групповые тренировки, ЛФК. Но все же одна из самых главных процедур – это общение. И между собой, и, конечно, с психологом в группах. Депрессия, жить не хотелось. Думаю, все, пойду из жизни. Первую минуту я сюда попала к психологу. Когда она начала со мной работать, вы знаете, часа два мы с ней работали, а она со мной работала. Мне жить захотелось. У меня опять впереди лучевая, впереди еще химия. Я надеюсь, меня здесь опять спасут. Для многих это установка, онкология – это смерть, потому что там мама умерла, у кого-то бабушка, дедушка. И очень часто ведь люди начинают примеры приводить. Мы показываем группы пациентов, которые у нас здесь занимаются, и предоставляем возможность поговорить, что люди живут. Они вышли с этого состояния, не справились, да, и возвращаются постепенно к своему обычному ритму жизни. Считается, что год от года количество онкозаболеваний в крае растет. Главврач краевого онкодиспансера уверен, дело в том, что пациенты стали внимательнее к своему здоровью. Во всех развитых странах высокая заболеваемость – это признак развития медицины. Мы просто начинаем выявлять злокачественные опухоли на более ранних стадиях, да, и, соответственно, конечно, увеличивается количество этих пациентов. Но чем раньше мы их выявляем, тем дольше наши пациенты живут. Мы планируем открыть дневной стационар реабилитации. Сейчас уже практически все для этого готово. Через месяц-два мы откроем это отделение, и у нас будут все этапы, то есть и круглосуточный стационар, и дневной стационар, и амбулаторный этап, реабилитация на уровне хирургического или иного специального лечения. Но вечно в больнице на реабилитации находиться, конечно, невозможно. Когда-то придется вернуться домой и снова столкнуться лицом к лицу со своими страхами, тревогами, новым образом жизни. И большая история пути человека в шрамах, которые важно и нужно принять. Мы не говорим, что мы победили, потому что это такой процесс, ты с этим живешь. Мы не любим говорить, знаете, ты сильная, ты справишься. Рак лечится. Алена Крашенинникова, Илья Гришан и Сергей Польшаков. Новости прям.